Государственный выпускной экзамен по математике для 9 класса. Образец А. Задача номер 2. Упростить выражение. С квадрат плюс 4С плюс 4 разделить на С квадрат минус 4. И все это нужно разделить. А вот эту сумму мы запишем в виде дроби. Почему? Потому что нам удобнее делить дробь на дробь. Мы это знаем как делать. Поэтому запишем данное число С плюс 2 в виде дроби. То есть запишем так. С плюс 2 деленное на 1. Почему? Потому что любое число, например А, это то же самое, что А разделить на 1. То есть если мы на 1 поделим любое число, от этого число не изменится. А это значит, если мы С плюс 2 разделим на 1, это то же самое, что С плюс 2. Для чего мы это сделали? Для чего мы записали число c плюс 2 в виде дроби? То есть мы записали вместо c плюс 2, c плюс 2 деленное на единицу. Мы это с вами записали для того, чтобы удобно было делить дробь на дробь. Мы знаем, что при делении дробь на дробь, деление нужно заменить на умножение и умножить на дробь обратную делитель. То есть обратную для этой дроби. Еще по-другому говорят перевернуть дробь нужно. То есть нужно деление заменить на умножение и делитель перевернуть. То есть записать обратную дробь. Что это значит? Это значит поменять числитель и знаменатель. Что же тогда у нас в итоге получится? У нас получится, пока переписываем c квадрат плюс 4c плюс 4 мы пока переписали. c квадрат минус 4 мы тоже пока переписали. Теперь вот это деление мы заменяем на умножение и дробь переворачиваем. То есть у нас получается тогда числитель равен единице, меняется числитель и знаменатель местами. А c плюс 2 надо записать в знаменатель. То есть у нас получается вот такое выражение. То есть у нас получается произведение двух дробей. Вот она одна дробь, вот она вторая дробь. Нужно перемножить эти две дроби. Для того, чтобы перемножить две дроби, нужно перемножить числители. То есть вот эти числители. Вот этот весь числитель мы умножаем на единицу. То есть числитель таким и останется. При умножении на единицу у нас получается то же самое. И знаменатель нужно тоже перемножить. То есть знаменатель первой дроби надо умножить на знаменатель второй дроби. Идем далее. Заметим, что в числителе... Или сначала, наверное, все-таки перепишем. Если подробно мы оформляем, перепишем. То есть в числителе тогда у нас получится, надо числитель первой дроби умножить на числитель второй. То есть умножить на единицу. При умножении на единицу числитель не изменится. То есть число не изменится. С квадрат плюс 4С плюс 4 можно переписать. Далее. И знаменатель пока перепишем. С квадрат минус 4 умножить на С плюс 2. Теперь надо попробовать как-то преобразовать, чтобы сократить. Но для того, чтобы сократить дробь числитель как-то со знаменателем, сократить на какое-то число, нужно разложить на множители числитель для начала. И разложить на множители, если не до конца разложим, на множители знаменателем. То есть нужно разложить сначала вот этот числитель на множители. Как это сделать? Заметим, что 4 можно было бы представить как 2 в квадрате. А вот эту вторую четверку, которая вот у нас вместе с С, можно было бы представить как 2 умножить на 2С. Тогда у нас в числителе получится формула для квадрата суммы. Почему? Сейчас покажу. То есть в числителе, с учетом вот этого представления, у нас получается, что числитель можно записать в следующем виде. С плюс 2 и все это в квадрате. Кстати, можно сейчас это проверить? Как это проверить? Проверить очень просто. Вот у нас формула, мы знаем ее, А плюс Б в квадрате, формула сокращенного умножения. А плюс Б в квадрате, это квадрат первого, плюс удвоенное произведение первого члена на второй, плюс квадрат второго. То есть если мы сейчас проверим вот этот С плюс 2 в числителе в квадрат, возведем по вот этой формуле. То есть получается С плюс 2 возводим в квадрат по нашей формуле, по нижней. Тогда получится квадрат первого, это будет c квадрат, плюс удвоенное произведение c на 2, то есть вот этих двух чисел. Это получается 2 на c. Мы переставим их местами. 2 на c. И плюс квадрат второго, то есть 2 в квадрате. То есть дважды 2 будет 4 и здесь тоже будет 4. То есть получится у нас c квадрат плюс 4c плюс 4. То есть действительно c плюс 2 в квадрате это будет то, что было раньше вот здесь в числителе. Таким образом, действительно можно c плюс 2 в квадрате записать вместо числителя нашей первой дроби. Далее, теперь можно также расписать по формуле разности квадратов первую скобку в знаменателе. Каким образом? Вот эта четверка, это все равно, что 2 в квадрате. То есть у нас тогда получается, что в знаменателе первая скобка представляет собой разность квадратов. c квадрат минус 2 в квадрате. А что такое разность квадратов? Это c минус 2 умножить на c плюс 2. Вот что такое разность квадратов по формуле. А это значит, что вместо c квадрат минус 4 мы можем записать c минус 2 умножить на c плюс 2. Так и запишем. c минус 2 умножить на c плюс 2. То есть вот это мы записали вместо c квадрат минус 4. Вот эти две скобки. Да еще c плюс 2 надо дописать еще дополнительно. Значит допишем c плюс 2. Дополнительно c плюс 2. Что мы тогда получим? c плюс 2 умножить на c плюс 2. Это получается c плюс 2 в квадрате. Потому что если одно число умножить на другое, два раза само на себя, то это все равно, что квадрат этого числа. Можно записать это в виде квадрата данного числа. То есть тогда у нас получается c плюс 2 в квадрате мы пока перепишем. А в знаменателе у нас получится c минус 2 умножить на c плюс 2 в квадрате. Ну и теперь можно сократить. У нас c плюс 2 в квадрате в числителе, c плюс 2 в квадрате в знаменателе. Сокращаем на c плюс 2 в квадрате. Получается после сокращения единица в знаменателе вместо второй скобки тоже единица. То есть у нас получается в итоге равно, равно и получается в числителе у нас получается единица, а в знаменателе просто c минус 2 умножить на 1, то есть c минус 2. То есть получается единица разделить на c минус 2. Это и есть окончательный ответ. Задача решена.